Здравствуйте! Это программа «После новостей». Я Дарья Тарасенко. Но сегодня будем говорить про политику. Сейчас самая обсуждаемая новость – это предстоящая встреча двух лидеров – Джо Байдена и Владимира Путина. Вот впервые после инаугурации президента Америки все за взаимоотношениями с США следят, ну и наши власти этому способствуют. Все знают, что сейчас происходит с Америкой. Эту предстоящую встречу тоже анонсируют, потому что это важно. А почему это важно? Готовы ли страны к диалогу и нужна ли это? Какая политическая ситуация у нас внутри страны накануне выборов? Мы поговорим с политологом, он в студии. Здравствуйте, Кирилл Дюйновик. Здравствуйте. Ну вот, Кирилл, многие помнят, что Байден назвал Путина убийцей. Путин ответил, кто обзывается, тот так и называется. Вот как бы вы назвали отношения между Америкой и Россией сейчас? Ну, это Путин, в смысле Байден, он играет роль воспитателя в детском саду, а Путин сидит в песочнице и говорит, ну, кто как обзывается, тот так и называется. Вот так я это воспринимаю. Вот, на самом деле, сильно преувеличено значение для Америки этих переговоров. Байден, как вновь избранный президент, демонстрирует, что он на благо нации готов разговаривать и решать любые вопросы, угрозы. А Россия – это вопрос ядерной угрозы. Вот, поэтому это ни в коем случае я не воспринимаю как успех российской внешней политики. Более того, что наша внешняя политика и внутренняя сегодня направлены на максимальную изоляцию. То есть суть этого, этой тоталитарной автократии, как они говорят, электоральной автократии такова, что для нее изоляция, в принципе, выгодна, для ее сохранения, для сохранения Путина власть. А зачем тогда это встречается? Зачем так вот о ней говорить? На федеральных каналах уже много говорят. Мы готовы и даже признают, да, и Путин говорил о том, что мы достигли дна за последнее время в отношениях с Америкой. Тогда зачем нам это? Показать, что мы вот такие открытые, готовые идти на диалог? Во-первых, все равно есть вопросы, которые нужно решать главам двух стран, и для этого нужно встречаться. Во-вторых, это нашей стороной трактуется как масштаб фигуры Путина, потому что мы не равны Америке. То есть возьмите цифры, возьмите цифры экономики, бюджетов, всего остального, и вы поймете, что 5% разговаривает с 65, допустим, да? Вот. Поэтому у нас это трактуется, и Путин, он весь в нетерпении, ему это нравится, как любая девушка перед дискотекой. Она накрашивает губы, приводит себя в порядок. Значит, поэтому все хорошо. Но в итоге, как вы думаете, будет ли какой-то прорыв в отношениях? Никакого прорыва не может быть, потому что ничего не меняется у нас. То есть в позиции России в последнее время ничего не меняется. То есть мы используем во внутренней политике максимально активно Америку как пугало, поэтому никаких изменений я не жду. Единственное, что, возможно, Путину будут предъявлены какие-то предложения, от которых он не сможет отказаться, допустим, под страхом смерти. То есть тогда, может быть, какие-то существенные изменения произойдут. Ну а Америка-то, ну они же тоже открыто называют нас врагами. Они-то готовы, как вы думаете? Вы знаете, Америка, она не называет нас врагами. Это, понимаете, вот если к вам в подъезд бомж пришел и начал, значит, мочиться на перила, там, значит, сапоги не снимает, по ковру ходит, да, вот. То есть вот Америка воспринимает нас именно так. Нелестно. Как вы думаете, затронут ли лидеры тему оппозиции в России, ну и прозвучит ли фамилия Навального? А, безусловно, я думаю, что фамилия прозвучит, потому что фигура эта знаковая. Здесь дело не в Навальном, здесь дело в принципе. Потому что человек преследуется по собнительным причинам. В общем, всем понятно, что по политическим. И разговор об этом будет, но изменений никаких не будет. Я говорю, что только под страхом смерти наш режим, наша власть пойдет на какие-то изменения. А беда в том, что сегодня наши элиты находятся в положении, либо они будут продолжать жить так, как они живут, либо они умрут. То есть у них нет выбора. И поэтому они вынуждены отважно двигаться дальше вперед. Но при этом ничего не меняя. Естественно, потому что их все устраивает. Не устраивает же какую-то часть населения, причем небольшую пока. Ну вот мы так плавно перешли в нашу ситуацию внутри страны. Вот в сентябре выборы, в Госдуму, в Захсобрание. Перед выборами снова один за одним принимают множество запретительных законов. Фонд борьбы с коррупцией, которую основал Алексей Навальный, и которую мы должны назвать иноагентом, признали по закону экстремистской организации. Как думаете, как вот это все может повлиять на протестные настроения? И вообще будет ли серьезное какое-то протестное голосование? Я бы не говорил о серьезном протестном голосовании, потому что состояние российского народа, я бы характеризовал русской пословицей, «сыв глаза божья роса». То есть это потому что именно реакция общественности на все вот эти законы, которые идиотские по своему смыслу, она была именно такая. То есть это все проглотили, начиная с голосования за Конституцию. Поэтому если в стране 80% людей не соображают и готовы работать за еду и ходить в кирзачах, то естественно режим будет продолжаться бесконечно. Режим колоссально успешен. То есть он уничтожил практически оппозицию. То есть я должен признать при всех своих либеральных взглядах, что режим колоссально успешен. То есть он планово ухудшает условия жизни населения и нивелирует оппозицию. Вот. Все же говорят, уровень жизни падает, доходы уже с 2014 года все время падают. Люди недовольны этой ситуации? То есть они в голове не связывают, что политическая ситуация и свои собственные доходы, уровень жизни? Ну, сейчас очень мало людей, которые, пока очень мало людей, которые это как-то связывают. То есть это очень незначительное количество, оно боится, то есть они боятся декларировать свою позицию и боятся потерять последнее. Поэтому я считаю, что еще душить вот таким, я всегда говорил, что нужно, вот поймал мышь, потихоньку души. И Путин эту поговорку знает, и он может так душить еще население лет 10. То есть пока не будет снова картошка, погреба, ну то есть вот все, что было у нас в 99-м году, в 91-м. 12, может, да, по закону? Да. Скажите, как вообще по-вашему пройдут эти предстоящие выборы? Впервые мы будем голосовать 3 дня. Ну вот понятно, что за Конституцию 7 дней, но это как бы и не выборы, да? Многие ваши коллеги говорят, что это делают для того, чтобы было больше простора для разного рода фальсификаций. То есть, получается, надеяться на хоть какую-то честность уже вообще не приходится? Ну, если вы живете с алкоголиком, как можно надеяться? Если вы дадите деньги, вы всегда уверены, что он их пропьет. Поэтому надеяться на что-то в нашей ситуации, когда... Надежда умерет последней. Ну да, когда сначала нивелирует и убирает всех людей, которые могли маломальски участвовать в выборах. Когда в регионах планово в течение многих лет уничтожаются фигуры, которые могли повести за собой какое-то население, представлять его интересы, да? То есть в этой ситуации на что-то надеяться. Смешно говорить о выборах, да? Эти выборы, они носят ритуальный характер. Они не являются, не... Они носят задачу каким-то образом создать видимость легитимности продолжения этого режима, существующего в России, да? И под это адаптированы законодательно. То есть и плюс силовики помогают, значит, клепая статьи оппозиционерам и сажая их в тюрьму, чтобы к выборам никого не допустить. И здесь опять же, то есть власть действует очень хорошо, я считаю, что это будет полный триумфальный успех «Единой России». Я на их месте уже бы заготовил протоколы, где нарисовал бы «Единой России» 99%, вот, значит, 1% за яблоко. То есть и было бы все идеально, то есть можно было бы деньги не тратить. Нет, но все-таки есть ли какие-то шансы и будут ли какие-то сюрпризы? КПР, ФЛДПР где-то вот? Ну, никаких шансов у нас в КПР, ФЛДПР и там вот на политическом поле нет. То есть наши шансы находятся на изменения в России, находятся в пределах здоровья Владимира Владимировича, а мне кажется, оно неплохое. Вот, и второе, что его недоброжелателей внутренних, то есть ситуация неоднородная, поэтому те, кто новичок, значит, распространяют активно по стране, однажды могут трусы намазать и президенту, потому что они же его и охраняют. Поэтому я думаю, что если изменения в России и будут, то они будут вот таким путем. И в России это не раз уже было, кстати. Ну, то есть силовики должны перейти на сторону людей? Силовики должны перейти на свою сторону. Они просто должны окончательно отвязаться, потому что... Да, у нас заканчивается время, но вот последний вопрос, вот который вытекает из того, что мы обсуждали. Рейтинг-то Единой России падает все время, при этом, вот вы говорите, будет триумф. Вот получается, два мира пока не встречаются. Пока народ вот этот живет по принципу сыпь глаза Божья роса, и вот вы говорите, вот эта дистанция между рейтингом и Божьей росой, ну, реальным положением дела, это как раз и демонстрирует терпение русского народа. А когда оно закончится, да, тогда вот будет уже все интересно. И надо вспомнить ситуацию революционную в 17-м году, когда полицейских рвали на части просто. То есть почему? Ну вот про революцию давайте будем надеяться на мирную эволюцию. Безусловно, да. Да, безусловно. Мы будем улыбаться, ставить смайлики друг к другу в соцсетях, и все совершится само собой. Я на это надеюсь. Будем надеяться на то, что когда-то, как вы выразились, произойдет что-то интересное? Да, это лет через 50, примерно. Ну, а завтра произойдет встреча президента Владимира Путина и Джо Байдена. Мы будем следить и обязательно сообщим об итогах. Это была программа «После новостей». Увидимся.